Я люблю больше всего мультик Саревный. Саревный. А ракурсик? Как у себя? Русская семейка. А, которая бесшенная семейка, да? Да. Русская семейка. Бесшенная семейка. И что только не предпринимают родители, но дети, как не разговаривали на кыргызском языке, так похоже и дальше. Интересы к государственному языку проявлять не собираются. Все потому, рассказывают Бешенбек Кинджакунов и Кинджа Успаналиева, их дети целыми днями смотрят мультипликационные фильмы на иностранных языках. Кананбеку 9 лет, а Яна учится в первом классе. Конечно, вызвать интерес к кыргызскому языку можно, говорят родители. Да программы для детей на отечественном ТВ в большей части не соответствуют их запросам. Они смотрят только мультипликационные фильмы. Было бы хорошо, если бы они были на кыргызском языке. Постоянно Бэтмен смотрят, иногда подражают ему, о каком кыргызском языке речь. Воспитательных программ не хватает. Для подрастающего поколения, думаю, очень важно знать свой язык. Мы не единственная семья, которая сталкивается с такими проблемами. Чтобы дети могли говорить на кыргызском, понимать кыргызский, на местных каналах должны быть программы соответственно на этом языке, говорит Кинджа Успаналиева. И поскольку язык влияет на мышление и взгляды, а тем более передачи чуждой культуре и традициям кыргызстанцев могут оставить впечатление у подрастающего поколения, этот вопрос необходимо решать наряду с первостепенными задачами, считает мать двоих детей. Серьезно, а я опять. Дети, внуки могут развиваться, а речи нет. Нет на отечественных каналах ни одной детской программы на государственном языке, которая бы повествовала о традициях и обычаях кыргызского народа. Сегодняшние дети больше знают о тех странах, на языке которых и смотрят ТВ-программу «Сетует» Мирзабек Ракеев. НТС, пирамида, НТРК, ЛТР. Вот каналы, которые я смотрю. Остальные каналы не смотрю. Одни сериалы показывают. Нужны же программы, обучающие детей, помогающие воспитывать, расти духовно. Для маленькой страны число телерадиокомпаний, вещающих на территории, внушительное. Все больше совершенствуется технология распространения сигнала. Однако, количественный рост ухудшил качество. Подавляющее большинство местных ТВ-каналов сами ничего не производят. Нет программ, пропагандирующих национальные ценности. Кыргызстан рискует потерять государственную идеологию. А виной тому станут зарубежные сериалы, на которых растет новое поколение. По словам депутата Садыка Ширнияза, нет хуже трагедии, когда не знаешь свой родной язык. Вопрос сохранения и развития народа, его культуры, самобытности, идентичности – это и есть вопрос сохранения и развития родного языка. Чтобы сохранить кыргызский язык, нужен стимул, конкурсы, госзаказы. Чтобы писать те же повести и рассказы на кыргызском языке, государство должно заинтересовать. Приведу один пример. В деле пропаганды одну из важных ролей играет Айтыш. Мы ими восхищаемся. Но есть писатели, которые пишут замечательные книги на кыргызском языке. Так же, как и такая параллель. Когда ставятся замечательные постановки и пьесы на кыргызском языке, а все идут в кино. Нужен комплексный подход. То, что и не проводится в стране. Все заняты играми в политику, но только не развитие музыка. По новому закону о теле- и радиовещании не менее половины передач кыргызстанских телеканалов должны выходить в эфир на государственном языке. И столько же передач должны быть отечественного производства. На сегодняшний день во всех четырех пакетах вещания более сотни отечественных телеканалов. То, что для зрителей является разнообразием, для производителей телепродукции означает конкуренцию в борьбе за рекламодателя. И силы в этой борьбе изначально не равны. Пока одни создают свою интеллектуальную собственность в виде ТВ-программы проектов, транслируют передачи на государственном языке, как того требует закон, другие продолжают показывать зрителю украденные фильмы и сериалы. Именно для того, чтобы следить за исполнением закона и деятельностью телеканалов, Министерство культуры некогда намеревало создать центр мониторинга. Однако, как оказалось, на исполнение закона и обеспечении информационной безопасности в республиканском бюджете денег не предусмотрено. Двух с половиной миллионов сумм пока нет на проведение полноценного телевизионного телевизионного мониторинга. Пока нет. Нет, да и когда будет неизвестный. Телевизионный рекламный рынок, который оценивается примерно 7-8 миллионов долларов в год, до 10 миллионов, называют суммы. Если было до цифры 10-15 телеканалов, то их сейчас больше 60. То есть 4-5 раз стало больше, рекламный пирог, может быть, даже он меньше стал. Мягко говоря, очень проблематично наращивать контент собственного производства и производить контент на госязыке. Среди почти сотни телеканалов около 20 государственные. Это означает, что помимо рекламного бюджета, эти организации получают и деньги из госказны, а выделяется им около 1 миллиарда сомов. У нас 80% вещания на русском языке, извините меня. Это государство, которое тратит огромные деньги на то, чтобы вещать 19 государственных телеканалов. Я, может быть, ошибаюсь, может быть, их чуть меньше, но 15 точно. Государственных телеканалов, которые вещают там в соцпакете, которые тоже, кроме там от РК, не производят нормального контента. То есть там тоже идут новости и все. Ну и какие-то телепередачи. Государство тратит на эти деньги, на вещание этих каналов в соцпакете миллионы сомов и не может найти 2,5 миллиона сомов на то, чтобы установить мониторинговый центр. Это нонсенс. Государство теряет поколение. Пока же процесс отслеживания контента проводится буквально вручную. Специалисты Департамента информации отсматривают эфиры и на основе увиденного выясняют соответствие требованиям закона. Неудивительно, что используя такие методы, очевидные нарушения могут скрыться от внимания курирующего органа. Тогда возникает вопрос, для чего нужен закон, который на протяжении двух лет фактически не реализовывается? Закон сам по себе мертворожденный. И там нормы прописаны, они просто физические, финансовые невозможно исполнять. Поэтому не исполняется. Это просто закон жизни. На примере наших каналов 70% местного мы уже выдаем, 20% на кыльгизском. Но все упирается не потому, что мы не хотим, а потому что нет финансов. Если закон о телерадиовещании был принят в стране 10 лет назад, то закон о госязыке работает с 1989 года. За 30 лет было принято немало национальных программ. Тем не менее, по словам специалистов, чтобы не потерять в будущем кыргызский язык, нужно принять и реализовать меры комплексные. И начинать надо со школ и детских садов. И потом только браться за телекомпанией. Во-первых, принять меры в сфере образования, потом в госмуниципальных органах. А затем ситуацию с телерадиовещанием рассматривать. Например, есть закон о том, что 50% контента должно быть на кыргызском языке. Но закон не исполняется. Пиратские материалы выходят. Это все влияет на мировоззрение нашей молодежи. Идет процесс ознакомления с чужой культурой. С переходом страны на цифровое вещание ТВ-каналов действительно стало больше. И каждый в определенной степени уникален. Сетку вещаний наполняет различные по жанрам программы и передачи. Аналитические, информационные, детские, развлекательные. Есть даже отдельный канал, где транслируют только праздники, свадьбы и прочие тои. В то время как телевидение не должно формировать идеологию и культуру поведения в обществе. Получается, что в погоне за исполнением требований о наполнении половины эфира собственной продукцией, определенные производители телеконтента забывают о самом главном – качестве этого материала, который подают к просмотру зрителям. По наблюдениям специалистов, когда пункты этого закона начнут соблюдаться в полной мере, количество телеканалов в стране может сократиться наполовину. Анастасия Соболева, Каир Джейла Убекова, Александр Симонов. НТС. Итоги недели.